Аллах, даже со своей милостью, он ар-Рахман, всемилостивый. Милость, распространяющаяся на животных, не мусульман и мусульман. И далее Аллах говорит, я ар-Рахим, особенно милосердный, что значит особая милость для тех, кто признает мою единственность и принимает пророчество Мухаммада. Поймите, у рабы Аллаха, что из имен Аллаха, аль-Афу, значит, стирающий, вычеркивающий. То есть Аллах говорит нам, когда я прощаю вас, то делаю это таким образом, что даже земля, на которой вы совершили свой грех, забудет об этом. И ангелы, которые записали этот грех, забудут о нем. И чернила, которые записали твои грехи, забудут о них. И когда ты встречишь Аллаха в день суда, то будешь таким, словно никогда не совершал грех. Это есть совершенство прощения Аллаха, Святого и Великого. Аллах сказал в хадису-ль-Кудси, «О сын Адама, ты грешишь днем и грешишь ночью, ты совершаешь эти ошибки, но только лишь Аллах прощает тебя. Вернись к Аллаху, и Он простит тебя. Это Аллах, который говорит, «О сын Адама, если ты грешишь, грешишь и грешишь, настолько, что даже если твои грехи заполняют всю поверхность среды, в которой ты живешь, даже если твои грехи достигнут небес, настолько ты был грешен. Но если ты искренне попросишь прощения за то, что сделал, искренне возненавидишь свое прошлое, искренне устремишься к Аллаху и к Его раю, обратишься к Аллаху и от всего сердца попросишь о прощении, Аллах Святой и Великой говорит, «Просите прощения у Меня и считайте себя прощенными». Нет Бога, кроме Аллаха. И не сдавайтесь и не сомневайтесь, что если я умру, то, может быть, Аллах простит меня, а может, Он не простит меня. Нет. Аллах говорит, «Я говорю вам, просите искренне и считайте, что прощены».